Очередной выездной матч чемпионата ВХЛ и на этот раз в соперниках у Динамо Алтай Пермский Молот, команда которая занимает третью строчку в турнирной таблице. Барнаульцы, к слову, 23-ю. Тем самым интрига о победителе этого поединка была понятна на 90%. Динамо Алтай пытались давать бой, Молот забивал, наши сравнивали счет. Этот сценарий продлился недолго. И вот хозяева ведут 3-2. Казалось бы, сейчас Барнаульцы побегут отыгрываться, но Молот забрасывает еще три безответные шайбы, установив окончательный счет на табло 6-2. К сожалению, при счете 3-2 игра шла до заброшенной шайбы. Забили хозяева и в итоге довели матч до победы. Не хочу сетовать на неудачу или еще что-то. Ну да, не зашла шайба в определенных моментах. Поэтому только через работу придут голы. Будем работать над большинством. Готовимся к следующему матчу. Баскетбольный клуб Барнаул в очередном матче чемпионата России в Суперлиге принимал на паркете спорткомплекса «Победа» команду «Варс» из Ростова-на-Дону. Поединок пятой и третьей команды регулярки получился эмоциональным и насыщенным на события. На радость любителям баскетбола, практически полностью заполнившим трибуны победы, наши одерживают уверенную победу со счетом 89-71. Когда есть непробивные фолы и когда нет риска, что будут штрафные броски, ребята играют чуть-чуть грязно и это дает плоды. Результат – это, скажем так, одна из сильных частей нашей команды. Если мы атакуем мяч, если мы прессуем мяч, все у нас хорошо складывается и в нападении. А совсем скоро в Барнауле состоится первенство России под дзюдо. Сильнейшие спортсмены со всей страны съедутся в столицу Алтайского края, чтобы выяснить отношения на татаме и решить, кто из них лучший дзюдоист России. Главный старт страны стартует 9 ноября. Начало поединка в 10 утра, официальное открытие турнира в 16.30. Все это будет происходить в Титов-арене. Вход свободный. Дмитрий Дроздов, День с толком.